Саламу алейкум, ты старт, с вами Альтер, вы находитесь на канале Чеггеря, а вот это реакция на сериал Саке, второй сезон, пятая серия. Главное, чтобы ты меня не опрокинул. Смотрю на YouTube, дабы не словить спойлер в комментариях, так что серия выйдет как обычно. Когда выходит на YouTube, тогда я выкладываю. Все предельно просто, нигде, никуда, в другие какие-то соцсети или не в соцсети я бросать не собираюсь. Вы, думаю, все понимаете. Короче, давайте заценим. Тут, кстати, что-то стремно. Возможно, будет реклама. Четвертая серия удивила. Очень сильно. Ради меня вернули персонажа. Напомнила эту сцену из... Я твою занову лиза, ты у меня с ними встреча запланированная причем. Я же не знала, что это Матвеич. Конечно, в Тик-Токе круглосуточно лазит. Дура. Адам, шо ж ты? Иди, зови, че стоишь. А кого первым позвать? КМБ? А, нет, подожди. Подожди, подожди. Очень щепетитный момент. Прокуратуру, наверное, тогда? Или КМБ? У КМБ прослушка, да? Может, лучше милицию? Ой, заткнись. Не разбирайся, заткнись просто. КМБ зови. А с прокуратурой там, там, усю-сю, мысю-сю, что-нибудь поделаешь. Отвлеки. Все это самое, что-нибудь парень вообще-то есть. Я что сказал, иди с песнем, что ли? Просто топтёй, дёй, дёй, ты умеешь это делать. Ну ладно. Ты уси кипалкаешь. Накатный ультрит, мне. Не усеваешь, ты так. Айна, дым, а жанна мысу и ле. Крой, сезон, я шулканал. Кулканал, я жумурал. Ас-салава алейкум. Алейкум ас-салам. Как дела у вас? Сол. Хотел так сказать познакомиться. Я? Хала жалдай, муратишка. Джакс, ага, Джакс. Родители живы, здоровы? Ой, всё хорошо. Родители здоровы, всё хорошо. В той пятикомнатной квартире живёшь, как раньше? А, ээээ, не моя эта квартира, это родители квартиры. Ну и тот, на лекции все катаешься? Это сестры живы, я это же не лекции живу. Ай, Паша, в центре города, по-моему, у тебя три магазина была. Да ты сам не удивляйся, я-то знаю об этом, другие не знают. Эээ, нет, не мои магазины, это, это, ну, соседей там. Как у вас дела, как вообще? У нас всё хорошо. У нас всё хорошо. У нас проблем нету. Но есть маленькая просьба. А сводь постелить бы в сторону парку. У вас для здания КМБ парковку бы сделали. Нам бы на улицах видеокамер побольше. Потом... И ещё это. А в городе поставить бы побольше знаков, особенно для инвалидов? Вход в здание КМБ расширить бы, отремонтировать? Фасад, фасад. Ну там, ёлочки, цветочки. Вы не могли бы поговорить с вашими сотрудниками? Пусть не дизеля. А там возле Акимата вот здание стоит же, оно вроде пустое. Ладно, мы поймём. Халтон, я-то прокуратура как-нибудь. Если возможно, здесь, конечно, 3-4 кабинета выделили бы. А то мы на самом деле будем принимать уже меры. Ну, в конечном счёте, всё. Не переживайте. Тем более мы все делаем одно общее дело. Обязательно вам поможем. Я мнауарда заикал. Чё там? Савец Аматович, я тут один момент не записал. Просто просьб много было. Да ничего страшного, можешь вообще даже забыть. Завтра, может, мы же все уйдём. Ладно, всё, иди. А ну, гереть, а ну, гереть. Савец Аматович, это последний. Всё, больше никого нет? Нет. А антикорщик? Сказали, что шеф занят, и нужно к нему самому пойти. Первый пост, первый антион. Ладно, разберёмся. Всё, свободно. Антион? Савец Аматович, у меня просьба. Про прокурорщика парню не говорите, ладно? Ты чё, ты чё гонишь, что ли? Я чё, твоего парня где-то увижу, что ли? Я вообще его не хочу видеть. И знакомиться даже не хочу, если чё. Или ты чё, спала с прокурорством? Нет. Ну всё тогда, чё тупишь? Я не знаю, целый день чё-то туплю. Целый день? Ты всю жизнь тупишь? Я не знаю, чё тупишь? Я не знаю. Давай. Придётся антикорщику самому пойти? А чё делать? Слава махаликуму. Уаликум ассалям. Утранс. Ахмед. Есть у нас? Ахмед. Адлет. Я Азамат Ирланович. Мы с вашей женой переговорили. Я думаю, уже всё закрыто. Она мне рассказала про ваши проблемы. И она говорит, что вы нигде не работаете. Это так? Я на работу не берут. Хотим это? Давайте сделаем так. Мы найдём вам работу. Как раз у нас на районе много новых объектов. А чем туда брать строителей из Ближнего в зарубежье, лучше мы вас туда устроим. Как вам? Что? Ну что? Хотим мы устроим? Мирин. Фильм. Сосун. А вот что. Здесь, Маган, нексис. Я на ней буду таксовать. Помнится в жилье охранникам. Маган. Кинал Майя. Ахшатова. Вот мы здесь все. Вы почему такие наглые, а? И кто вам сказал, что мы здесь просто так сидим и зарабатываем? Лентяевы. Вам работу предлагаешь, вы не хотите работать. У вас только отмазки. Вели маурат, а на жир маурат. Вы просто сами ничего не хотите делать. Вот и всё. А потом кто виноват? Государство виноват. Адлет, вы головой думаете? У вас семеро детей. Но перед тем, как рожать их, вы же должны были понимать, что нелегко их содержать, воспитывать. Слушайте, вы без ге ахлайт панас? Я? Менцисдир ге ахлайт вот рамжов. Я вам говорю элементарные вещи. Вы что думаете? Те, кто на стройке, из-за хорошей жизни туда пошли? Конечно нет. У них тоже есть семьи, им тоже надо кормить их. Но в отличие от вас, они это прекрасно понимают и не жалуясь, идут и работают. Даже инвалиды и пенсионеры не жалуются, как вы. Хотя они больше вас нуждаются в помощи. Эй, синицы уже отцулись. Надо будет, вы обязаны нам помогать. Что? Нет, надо будет, до президента выйду. Ваше право. Эдлет, выведи их. Вообще просто отправить в бюро, этот, блин, как... А, выгоняй, выгоняй, выгоняй. Сегодня ты нас выгнал. Завтра тебя выгонят отсюда. Я этому гордо буду жаловаться. Вот. Что за народ? Я этому гордо буду жаловаться. Без проблем. Есть, наверное, такие люди, конечно. Но это вообще... Ядлет. Слушай. Кошмар. Чтоб больше их я тут не видел. Понял? Есть. У нас есть база инвалидов и пенсионеров? Да. Вот ими и поможем. Чем таким. Вообще обнаглели. Им лишь бы бабки срубить. Пусть хоть замитингуются. Но именно таким я помогать не стану. Вот так, наверное, я улыбнется ему. Какой баран я здесь сидел. Ах! А с лома в лихом. Еремя Косымович. Асполсен. Можно? Присаживайтесь. Кто Акимата с ним запретит? Самат Саяточ. Саят Саматоч. Не важно. Кушать будете? Тут, правда, еда простая. Вот эти. Черепаховый суп. Акулии плавники. Чего там привыкли выкнимать? А кого здесь нет? Советствуйте, что-то наговариваю. Мы сол хорапаем. Черный хлеб. Судя. Хорапаем. Сол. Просто сказали, что у вас времени нет. Работаете, я понимаю. Решил сам прийти, так сказать, познакомиться с вами. Вот. Район новый у нас. Мы люди новые. До этого Аким дров наломал. Приходится за него все и делать. Это ваша проблема? Я при чем? А этот... Познакомиться, так сказать, подружиться. Я дружу только с родными. А давайте породнимся. Проблема, что ли? Родными, Саят Самович, рождаются. Ну, со временем. Мы же на одном районе работаем, так сказать. Общее дело делаем, правильно? Просто я хотел бы вам сказать, если где-то у нас на районе из моих сотрудников кто-то накосячит, я не знаю, вы как-то аккуратно мне скажите, чтоб до верху не доходило, понимаете? Слушайте. Вы за своих сотрудников не переживайте. Вы за себя волнуетесь. А что за себя переживать? Я... я чист. Вы у любого спросите. Скажите, просто Чапаевский район. Все, я там Аким. Народ довольный. Бегал. Ну, все тогда. Может, это как бы счет закрою я? Не надо. Я свои счета сам оплачиваю. Вообще, знаете что? У меня очень короткий обеденный перерыв. Можно я нормально поеду? Конечно. А... Понял? Осколся. Извините. Задолбали, а! Э, может, все еще меня битьмерлись, на? И сейчас, говорю, сигарету брось, долбанка! Все-все-все-все. Что-то... Ты видишь? Холодец, Сэп. Кутен, вот. Кутен, видишь, нервничаю. Ладно. Он такой прям важный тип, что ли? Антикор, КМБ, прокуратура, неважно. Как говорят наши чиновники, у нас в стране нет коррупции. У нас в стране есть что? Взаимопонимание. Да. Шеф, ну, если что, деньги нужны будут? Скажите, дай я. Парковщику дай деньги хотя бы и все, иди. А новое дай будешь? В туалетте. Ах, сами они? Как ты? Все, сейчас. Омаров Саяд Саматович. Новый районный Аким у Латавского района. Имеет не самую лучшую репутацию, при этом чист. Коррумпированный, конечно, просто хитрый. Работая в Чапаевском Акимате, укрепил свой авторитет настолько, что даже Аким города стал ему доверять. Саяд уже опытный, поэтому разработку нужно вести аккуратно. Следующий файл дайте. Бесе Ханов Азамат Ерланович. Руководитель аппарата Латавского Акимата. Ну, так сказать, серый кардинал Саята. Выполняет всю грязную работу, но и так как работает Саят, можно предполагать, что тоже коррумпированный. Следующий файл, пожалуйста. Это все самые приближенные к Саяту люди. Помощник, секретарша, заместители. Через них проще всего найти компромат на самого Саята. Ну, это стандартно. С такими всегда по одной схеме работаем. Чуток надавим, и они все скажут. Проблема не в этом. Они сами нас вообще не интересуют. Они Ширман и даже Саят. Нам нужен кто-то покрупнее, тот, кто стоит за ними. Это Илья Жоматыч. Так сказать, он покровитель Саята. Влиятельный человек. Только общается с высокопоставленным чиновниками. Есть хорошие связи у него и деньги. Поэтому все вопросы он решает. Любые дружат со всеми управлениями. Ну, у него цель Саята по госструктуре поднять. Чтоб потом выгоду иметь для себя. Саят просто пешка. Это основание для задержания Илья Жоматыча. Силья с Наром? Да. Вот, занимайтесь. Есть. Кстати, Эрике, позавчера приходил Саят. Что он хотел? Ну, как что хотел? Как всегда. Отношения наладить, подружиться. Ну, и подружить как раз нам под руки. Полишай кое-какие вопросы, если надо ему. Конечно. Раз такое дело. Есть. Ой, Эрике. Ассаламу алейкум. Как у вас дела? Как здоровье? Все хорошо у вас? Сол здесь. Джумста, джургейм бас. Че там? Че нового у вас там? Че переживаешь? Просочки нет. Да нет, просто вы же. Коркоп-коркоп шаршады, если честно. На всякий случай. Хотя ты можешь быть прав. Переженого Бог пережил. Что на этом? Че, как проходит первые дни? Да нормально че там. Пока знакомство. Тут у тебя не болит? В смысле? Ты же стал лакимом элитного района. Ага. Туда все без мгла будут лезть. Да пусть лезут. Я уже привык. А то пошло куда-то не дал к реверсу. С силовиками познакомился? Да. Отрабатываем. Антикор чуть буксует. Я думаю, дело времени. Только они вот, таких как мы, знают как свои пять пальцев. Если мы дружим с ними, это совсем не означает, что они не следят за нами. Ты сейчас не старайся особо зарабатывать. Пусть все устаканится. Тебе сейчас надо быть максимально правильным. Ты понял? Хатрам зла. Информационно тебя надо поднимать. Через соцсети, телеграммы. Чтоб ты как можно больше плюсов набрал. Чтобы это заметили там, наверху. За это можешь не переживать. Популизм жагнан хатрамус. Чего-чего на госслужбе научились. Все этим занимаются. Тем более скоро встреча с населением. Я сейчас там так пыль в глаза им пущу. Они офигеют. Завтра вывезли, что я красавчик. Это главное. Самое главное у нас, чтоб народ поддерживал. Руксак полоса. Пойду работать. А что, кушать не будешь? Не-не-не. Здесь кто-нибудь, не дай бог, сейчас увидит. Как же районный Аким. В таком элитном месте кушает. У тебя не связь была-то? Я же красавчик для народа. Ну, ты стоял-то. С твоим лицемерием тебя надо бояться. Но главное, чтоб ты меня не опрокинул. Ах, ну, ты куда я сахтасан? Чего вы такие вещи говорите? Лицемер жагнан инде бар инде? Редко даже себя боюсь. А так... С... Салвон, сасмолон. Давай. Я бы на его месте тоже. А если тебя отпиша, Расаш? Все, джигрып, или давай джигрып. На месте Ильяса тоже бы перестраховался. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Таурет? Сука! Ты что ли? Азамат! Халайдай! Что сделаешь? Я же опять это... Помощник. Заяц. В смысле? Вон, штат которого народ, все? Ты что, хочешь сказать, что Саид Саматович тебя обратно на работу взял? Да. Мне жалко, у него мама болеет. В джеревесном дянутся, да что тут такое? Там же прям работы такой нет, ведь? Ну, зачем его тогда надо было увольнять? Ну, вам виднее, Саид Саматович. Ваш же помощник. Просто он от души шеф больше ничего не знает. Ну, да я это тоже знаю. В джеревесном дай просто. Туда-сюда, сбегай, помоги. Главное, между нами все нормально и все. И главное, Гаврина, конечно. Что там с населением? Ну, как вы и просили, на три часа поставили. Слушай, новый район, только пришли. Что я им скажу? Ну, мы ничего не будем говорить. Мы их выслушаем. Зато узнаем все проблемы. Просто там и общественники будут. Ну, ты не любишь так геморрой устраивать? Ну, ладно, раз ты уже договорился. А это что? Давай тогда по району поеду, все решу, посмотрю. И потом сразу туда, хорошо? Все, договорились. Ну, я как раз в театр седжу. Ни хрена себе. Рабочее время в театр, что ли? Ну, я же не отдыхать. Все я сам отвечу. Я по работе. Я их с мету изучил. Они при открытии столько не запрашивали, сколько сейчас просят на ремонт. Слушай, ну, во-первых, это не наше дело, конечно. Ну, ладно. Только это, давай. Новых врагов нам не надо, хорошо? И не надо там ходить и шашкой махать. Не, ну я шашкой не буду махать. Вы не переживайте, я на своем уровне решу. Вы же меня знаете. Вот я тебя знаю, поэтому и говорю, шашкой не махай. Я вас понял. Все, я тогда поеду. Все, ладно. А, слушай. Рахмет, Рахмет. Кушать-то неплохо. Креветки, что ли, не съезжали. Блин, надо было стейк все-таки. Мраморное мясо заказать, бля. Обязательно встретимся, родной. Конечно. Подарок, да, получил. Все, брат, давай, встретимся, а? Только через 50 лет. Еще часы такие дешевые китайские подарил. Да, там один есть, ушлобайский. С архитектурой. Ну, когда-нибудь понадобится. На, тебе подарок. Нет. От души, шеф. Спасибо. От души, е-мое. Китайская подделка нафиг. Слушай, так. У меня времени нет здесь все там разбирать, смотреть. Короче, нормальные, оригинальные вещи. В правую сторону, китайская всякая говно, в левую сторону. Поним? А он определит, что ли? Правая, олгол. Левая, олгол. Да, понял. Как вы? Ну, что за ремонт? посмотри, направо посмотри, налево посмотри, ушатанно. Ремонт здесь надо делать. Ахшан, когда надо, лезь не, альмиссин? А это не надо. Она мне не очень мощный бархат? Нет. Давай на родственников оформляй. Нет, шеф. Ты дослушай меня. На своих родственников оформишь. Потом в аренду сдашь нам же, в Акимат. А эти деньги мы потом... Да, да, да. Как раз ремонт сейчас сами. Понял? Понял. Схема, конечно, старая, но рабочая. Так, что еще? Ах, е-мое. Дорогой коньяк надо купить. Прям дорогой. Прям дорогой. Дорогой. Я сегодня к антикору пойду, надо с ним переговорить, пообщаться. Конечно, не знаю, получится, нет? Ну, надеюсь, получится. Или что? Или всем бороться с ним? В принципе, можно. Да, Сенчик? От души грудки гризмуть до желудка. Не плотно гремло? Да, конечно. Я же грудь не вижу. Почему? Миссисонгангодька гремло. Ай, молодец. А, вот это мне нравится. Ты преданный, друс-па? Да. Красачка. Ну, все тогда? Могу идти, да? Да, давай. Вообще-то, шеф, мы похорошели. Я болт, на такой степени не надо. Давай. Давай. Блин, разочарование просто. Подожди, 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 подожди. Интересно, что будет дальше. Блин, я-то думал. Вот, Саят, красавчик. Все, сейчас будет правильно идти. Все по закону и так далее. Но нет. Блин, как печально. Печально. Хотя вот его фиг поймешь. Ну, мне кажется, он такой хитрый, что если опять прижмут, то он вывернется как-то из этой ситуации. Но его нельзя пока сажать. То есть, во втором сезоне, я думаю, этого не произойдет. Учитывая, как начинался сезон, то, что там за Азаматом пришли антикоры, возможно, на него все сплавится. Не знаю, надо вообще эту сцену в первом сезоне пересмотреть. Так, короче, что у нас серия началась? С чего? Со знакомства. КНБ, прокуратура, милиция, да? Как бы, КНБшники знают все о нем. Но, так как он чистый, типа, ничего и не могут сделать, в принципе. Но они знают. Единственный, кто не пришел, это антикор. Я вот просто задумался. Антикор и КНБ. Это же, по сути, наверное, одно и то же. Фиг знает. Ну, такие еще, причем, типа, нет, не пришли они, суперзанятые. Как бы, с чувством собственного достоинства у них все нормально. Ладно, еще вернемся мы к этому катикорщику. Напрягучая ситуация. Прям вообще, я не знаю, меня бы выбесило там конкретно встречу с этим мужем этой женщины. Казалось бы, то, что, да, женщина такая, слишком дохера хочет, наглая, супер. И мне казалось то, что Азамат с мужчиной и с мужем ее быстро как-то вопрос улазит. Но не тут-то было. Это что за идиот вообще? С ума сойти. Я сидел, я в основном, конечно, молчал, но просто хотелось уже материть прям его, потому что, ну, так нельзя. Классно, конечно, они сыграли прям вот, ну, сами актеры. Это надо, ну, просто надо уметь так. Вы себе чуть не выбесили. И знаете, что мне показалось? То, что это все-таки как-то аукнется Азамату. То, что он им не помог, типа. Ну, он, конечно, правильно сделал. Но, как бы, бумеранг может вернуться ему. Если тот прям что-то конкретно настроен. Возможно, у него, конечно, ничего не получится, но давайте будем ожидать, что эта встреча как-то повлияет на будущее. Вот. Очень напряженная такая сцена в столовой с антикорщиком. И он прям, он, блин, по сути, они же знали. То есть, он знал, что они будут копать и так далее. Ну, прям в штыки воспринял. Такой, типа, нет, извините, я кушаю и так далее. Мог бы подыграть там. Ты же давно уже, наверное, в этой сфере крутишься и так далее. Неожиданная для меня сцена была то, что вот у них совещание как раз-таки, где они разбирали тоже Саята Саматовича, Азамата и всех приближенных анти-антикорщики. В прошлом сезоне у нас были КНБ, кого он боялся, а тут антикор. Вот если разобраться конкретно, за что отвечает КНБ, а за что антикор, может, будет понятно. Но вот эта сцена мне напомнила прям такие зарубежные всякие фильмы, сериалы, то, что когда идут расследования и так далее, как в сериале, который я миллион раз уже, наверное, упоминал, «Власть в ночном городе», когда там следили за одним чуваком. Вот. Они все знают, но пока никак не могут подобраться. Это тоже, ну, все понятно с этим. Как бы не раз такое видели уже. И добраться они хотят до этого Ильяса. Что это за Ильяс? Откуда он взялся вообще? Думаю, еще впереди узнается как-то. И вот как раз тут дали задание познакомить, ну, подружиться, типа, с Ильясом Аматовичем. Ну, да, конечно, надо тебе дружить с ним. Вот. И очень такая забавная сцена тоже с этим, с Ильясом и с Ильясом Аматовичем. Главное, он говорит, главное, чтобы ты меня не опрокинул. Вот тут, да, как бы фиг знает, что ожидать от Саида Аматовича. То, что Жука вернули, этого даулета, для Азамата знак, наверное. То, что, все, сейчас уже, все будет не просто так. Что вернули, и он и на еду обращал внимание, то, что ест. Блин, как так вот резко меняется? Он сначала вроде нормально, нормально, а потом хоп. Короче, возвращение этого Жука для Азамата должно быть знаком. Что, походу, тут что-то нечисто начинается, раз такие дела. Вот. Да и по указаниям как-то, мне кажется, он уже будет понимать со временем. Блин, ну Саида. И подарки, оказывается, все прям, все нормально. Он вообще никак не изменился, все тот же самый. Просто как круто всех нас обвел вокруг пальца, жесть просто. Как вам серия? Как вам реакция? Чего скажете? Пишите в комментариях. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Check it out.